Разыгрываем деньги! 5 миллионов денежных призов от Альфа-Банка! Участвуют все! Следуйте за красным котиком на альфабанк.ру Альфа-Банк. Лучший мобильный банк. Пускаем родную стихию Томяшка. Такая избушка здесь стоит. Ну какой-то это, пятнистый весь. Упало дерево и за корнем человек. Смотрите, это довольное лицо. Вот это монстр! Приветствую вас, уважаемые зрители! Представляю вашему вниманию фильм о нашем путешествии в Республику Туа на поиске трофейного таймения. Буду рад новым постоянным зрителям. Подписывайтесь и обязательно пишите мне вопросы в комментариях. Погнали! В путешествие мы отправляемся на двух автомобилях и везем с собой на прицепах лодки. Нас два экипажа, пять человек. Сегодня 7 июля. День Ивана Купала. И мы находимся в Туве на реке Енисей. Поспали на этой базе. А база называется Куюк. Потому что здесь рядом поселок Куюк называется. Приехали в час тридцать. Мы пораньше пришли. Поспали. Сейчас семь утра. Там внизу уже река Енисей. Здесь на базе два дома. Первый дом. А это дом, где мы ночевали. План у нас такой. Сейчас спускаем лодки. И проходим до реки. 170 километров. Лебедку забыли. Ты удержишь ее один? Я удержу. Ну вот, все. У нас две лодки на воде. Впереди, наверное, сегодня 300 или 400 километров водного пути. Будем идти пока не стемнеет. Река Большой Енисей. Бейхем. На маршруте лишь одно препятствие. Это порог Хутинский. Который мы легко преодолеваем на наших подготовленных мощных лодках. У нас комплект экспедиционная лодка Академия. И четырехтактный мотор Сузуки 140 сил. Виталий с Дмитрием на лодке Шерпа 600. И мотор Меркури 80 джет. Наши комплекты уже обкатаны и настроены на удачу. Собственно, как и мы. С погодой нам повезло. Тепло. Лишь иногда шел мелкий дождь. А пути мы, конечно же, дозаправляемся бензином. По договоренности в назначенное время нам его доставил местный житель Дмитрий. Ребята, всем привет. 5 утра. И я уже на реке. И не просто так, а рыбачу. Сделал один заброс. Поймал на такую блесну мапс. Акдеалонг, Франция. Третья номер. Такого здоровенного линка. Просто килограмма на эти. Четыре. Ну все, переночевали. Едем дальше. Дождь пошел. Э, Андрюха сидит с Загоряным, рыбу едят. Сука. Да, да. Уже поздно вечером мы поставили промежуточный лагерь для ночевки. Поужинали или были спать. До нужного места мы вчера дойти не успели. Сейчас мы пойдем вверх, поставим опять палатки и будем рыбачить и отдыхать. Что ж, друзья, поставили мы наши лодки. Припарковали, потому что, потому что здесь у нас лагерь. Апартаменты люкс, кондиционер, наша перина и такой вот вид из окна. Рыбалка на горном озере. Что ты поставил? Поппер? Вобли. О, что-то там у тебя скружит. Нет, это был параллель. Здесь, я думаю, есть пищники покрупнее. Да, есть, конечно. Просто мы сейчас шуганули маленько. Что, тоже, да? Да, да, вон у нас. Да, е-мое. Сережа, пока ты снимаешь. Смотрите, это довольное лицо. Хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Всех крокодилов выловить сейчас мы. Здравствуйте, крокодилов, блядь. Андрей вообще взял сразу, хватит. Колючие только они, конечно. Ну вот, хоппер сработал. Ну. Возьми мою ферму. Смотри, она сейчас, ты ее прижми, она дергаться сейчас начнет. А-а-а. Как ее поймать кусачками, вытаскиваю? Наконец-то, что-то серьезное у нас на рыбалке. Хорошая, ребята. Да-да-да. Что, ты думаешь, ему к берегу надо его навязывать? Не-не-не. Ты видел, да, его? Да. Я думаю, килограмма четыре, не меньше. Четыре? Четыре ты бы вытащил давно. Или что себе? Это, ну, килограмм на восемь. Ну да. А какие восемь? Вы что? Да восемь серый. Я натяжку подержу, чтобы крючок не слетел. Давай к берегу он туда. Сука, кажется, за пятнашку. Тихо-тихо. Сейчас на берег, выходи в воду. Отпусти, 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 отпусти его, впусти. Что я делаю? Я сейчас прыгаю аккуратненько. Давай, давай, ты не води его там. Продолжается битва титанов. Сюда, иди сюда, Игорь. Нет, нет, под воду, под воду. Ты у нас заходить и за хвост брать. Вот это да. Вот, смотри, здесь заводь, течения нет. Вот сюда, вот здесь. Вот такая вот битва у нас с тайменем идет. Вот, поймала Игорь Тайменя. Да, 10 минут уже. Надо, чтобы он устал. Он шевелится, удергивается. Крокодил висит там просто. Продолжается битва. Сложеная минут 25 точно. Да, да. Пидал. Это киборг. Тихо, тихо. Все четко, Игорь. Я еще не знаю, он, блин, какой длины. Ты мне помочь, Игорь? Тихо, тихо, Игорь. Тебе надо сейчас за хвост как-то. Сейчас, сейчас. Тихо, тихо, Игорь. Вот это монстр. Я даже такого не видел. Аккуратненько вытаскивай. Вот так вот и держи, как будто лялька. Сюда поворачивайся. Смотрите. Охренеть. Да, ребята, такой трофей бывает очень редко. 23. Офигеть. 2,3,5. Ну, минус жилет. 1,5 килограмма. 1,6. Короче, 22 килограмма таймень. Таймень. Игорян поймал. 40 минут выводили. 22,5. Все, поздравляем героя. Молодец. 40 минут, да больше, наверное, выводили его. Он метр 12. Вот так называется вот этот воблер. Вот так он выглядит. Ручки даже все поразогнул. Все, глянь. Все три. Да, вот модель его, кстати. Мне вообще повезло. Я его выводу, руковать нельзя. Да, ну все. Все, вау. Какое прекрасное утро. Теплое утро. Горная река. Друзья. И мы в Туве. Что еще нужно для счастья? Наслаждаемся каждой минутой на природе. Ведь лето очень короткое. Готовим завтрак и поедем на рыбалку. Сегодня у нас на завтрак будут макароны с тушенкой. Да, будут по-плодски. Ну, чувак. Тушеночка. Сейчас подкрепимся с завтраком. Макароны с тушенкой. И поедем рыбачить. Погода сегодня очень жаркая будет. Наденем одежду от солнца. Иначе сгорим. Погнали на рыбалочку. На озеро. Горное. Заходим в приток. Поднимаемся по каменистой и напористой реке. Очень теплый воздух. Быстро идти на лодке одно удовольствие. Сейчас измерим глубину на озере. Иначе лощука брать. Пока круглой нет. Полторашка, двушка. Но все же. Не хочет сама сходить, да? Угу. Да, да. Короче, ловим, отпускаем. Избушка здесь стоит. На конях езду. Да? Изба совсем старая одна. Это чуть получше. Ненормальная избушка. Окна есть. Печушка. Стол. И двое нар. Строит бур. Стены одной нет. Видимо, из нее построили новую избу. Мотор. Представляете, совсем не черно, видимо. Разыгрываем деньги. Пять миллионов денежных призов от Альфа-Банка. Участвуют все. Следуйте за красным котиком на альфа-банк.ру. Альфа-Банк. Лучший мобильный банк. Очередное утро в лагере. Сейчас будем собирать вещи и передвигаться. Ну все. Сегодня у нас уже третий лагерь будет стоять вечером. Третье место стоянки. Сейчас поднимаемся. Километров на 70-60 вверх. Впереди у нас целый день для путешествия. Поймаем рыбы для ужина и покатаемся на лодках. Ну а к вечеру выберем место, где и организуем стан. Впереди у нас еще две ночевки. Давайте посмотрим, что здесь у нас. Что здесь? А здесь у нас уха. Да. Тут все в мясе. Насыщенное. Короче, это мясо будет. Мясо. Картошечка сейчас подает. Так, что же у нас здесь в фольге? А это в фольге у нас жареный окунь на костре. Дегустируйте, сэр. Во. Вообще, ни одной косточки. Одно филе окуня. Вот, сегодня будет у меня основная рыбалка по Хариусу с утра. Я кидал спиннинг. И что-то им поклевывает. Хочу попробовать поймать Хариус. Смотрите, какая замечательная коробочка есть у меня. Кому нужна, ссылка в описании. Оставил я, снарядил я удочку в виде кирольской палочки с мухами. То есть, грузик внизу с названием кирольской палка. И сверху три мухи. Пошел рыбачить. Хорошее место. Глубина, наверное, в районе метра. Так, ну, до того, как я взял камеру, сделал два заброса, поймал две рыбы. Далеко кидать не буду. А вот сразу. Сразу. Хороший. Ох, какой. А два. Один нормальный, а один мелкий. Один. На черную мушку. Отпускаемся. Второй маленький, тоже на темную. О, тоже сидит. О, боровичок. Также на черную мушку взял. Так, решил бы чуть-чуть пройти. Это яму, кто-то выбрал. Так, место здесь неудобное. Бросать. Вот здесь, в принципе, веток мало. Хорошо стоять и удобно прокидывать. Кто-то кинул сразу, кто-то клюл. Вообще мелкий. Еще один более-менее нормальный. Все на черную берут. Запутал, конечно, все. Сразу две мухи схватил. В общем, друзья. 10-15 забросов. Ну, штук 7-8 я поймал. Ни одного не стал брать. Ну, нет необходимости. Ну, хорюшка плюет неплохо. Крупного не было. Там, грамм 200, 250 были. И мелочи много. Упало дерево. И за корнем кто-то что-то там припрятал, интересно. Вдруг там человек. Человек. Там что-то лежит в мешке. Что-то в воде там в мешке. Короче, это холодильник. Я просто поплопаю. Уже много лет мы путешествуем по горным рекам Тувы, Хакасии, Алтаю и Кузбассу. Из моих наблюдений, самый лучший клев рыбы – это середина июля и до конца августа. Были мы здесь и раньше, и позже, но клев был слабее. Виталий с Димой решили переночевать на яме в другом месте – ловить тайменя. Ну, а мы выдвигаемся рыбачить. Погнали! Утренняя рыбалка продолжается. Ленок. Андрей взял ленка. Хороший. Боец какой. Угу. Сейчас заковыриваю ее. Сломает сути. Что, на колебалку, да, взял? Угу. Так, что там, где пассатижи-то? Да. Причем, Серега, в глубине. Потому что я один… О! Сам отцепился. Ага. Аккуратненько отцепляем. Аккуратненько отцепляем. Сейчас спускаем. Это ленок, может, оторваться. Это ленок огромный. А, или тайменчик, подожди, пока я не… У ленок. Не только отцепляем. Нет таймень. Ну, какой-то это, пятнистый весь. Ну, ты щипцами возьми крючок, отстегни прямо в воде, да и все, подожди. Я не знаю, где они. Аккуратненько отцепляем. Ну, забирайте, чем вам нужно. Ахалыч. Вот он ушел. Вот она, красавица, лодка Академия 555. С мотором Suzuki 140, с 4 такта, консоль. Стоит электроусилитель 0,7 оборотов. Электроусилитель включается у меня к этим тундерам. Оп, все. В передней части аккумулятор большой емкости. Давно так. И уже я никуда не поеду без своих любимых. Такого коврика. Все они у меня по всей лодке. Мне нужно их достать, сполоснул, поехал дальше. Вот это вот место под корзины. Я их убираю. А вот это место под ящики. Такие низкие корзины я убираю. И спокойно можно с них рыбачить. Не мешаются. Сидение на механизме. Вперед, назад. Очень удобно. Конец складывается. Можно сидеть. Так, что у нас здесь? Здесь всякие запчасти, вещи. Запасной импедер, водозаборник. Все здесь. Даже тарелка есть. Насос. Это бортовой компьютер Сузуки. Очень много режимов на нем. Показывает расход. Мгновенный, средний. Температуру, положение. Нейтраль, форвард. Обороты. Напряжение. Сколько моточасов за поездку было. Сколько всего моточасов. Ну, в общем, очень много. Есть меню. И даже можно сделать диагностику через штрих-коды. И по приложению посмотреть. Ну, и, соответственно, USB. Две розетки вывел. 3.0. И припуриватель. Ну, что ж, ребята. Последний рыболовный вечер у нас. За эту поездку на реке в Туве. Не буду называть ее название. Потому что река небольшая. И выбивается очень быстро. Вот. Сейчас мы выезжаем на вечернюю рыбалку. Приехали ребята. Виталя Беша с Димой. Сейчас они в данный момент жарят блинчики. Рыбачить уже не будут сегодня. Ну, а мы на вечерку. Погнали. Смотрите, что будет впереди. Таймень-таймень. Таймень-таймень. Ну, большой. Ну, мой. Специальное есть приспособление. Дополнение. Теперь надо вытащить пассатижи. Все. Пускаем родную стихию томяшка. Немал я его вот на такую резиновую. Это резиновый виброхвост, двойник и 22 грамма чебурашка. Рано утром быстрые сборы. Вложили вещи в лодки и возвращаемся вниз. Спускаемся около 400 километров до места, где наши автомобили. По пути мы попали в ливень, потом солнце. В общем, быстро дошли. Вот, ребята, наконец-то мы вернулись обратно на базу, откуда и стартовали. В общем, за поездку прошли 943 километра. Высота сейчас 643, а максимальная была 1200. Друзья, спасибо за внимание. Пишите мне вопросы в комментариях. Обязательно всем отвечу с удовольствием. Подписывайтесь, ставьте лайк. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok